На часах 13.05 в эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Топузлеева. В гостях у меня сегодня человек необычный, для российской политики, я считаю, неожиданный. Напротив меня общественный деятель, экс-мэр Петрозаводска, советник председателя партии «Яблоко» Галина Ширшина. Галина, добрый день. Добрый день, Дарья. Добрый день, уважаемые слушатели. Галина согласилась, чтобы я называла ее просто по имени, но все равно на «вы» вдруг вам обращаться. Добавились. Слушатели, номер для ваших смс, если вы хотите задать вопрос гостей 8-900-9-720-101-0, вопросы также можно задать через форму анонсов на нашем сайте эхакирова.ру. Галина, я вас немного представлю все равно нашим слушателям, возможно, кто-то забыл, кому-то напомню там основные вехи. Информация из открытых источников, поэтому если где-то что-то буду ошибаться, поправляйте, не стесняйтесь. Мне даже интересно послушать. Галина Ширшина стала мэром Петрозаводска в 2013 году, получив на выборах почти 42% голосов против 29% у действующего тогда градоначальника Николая Левина. Таким образом, стала первой в истории Петрозаводска мэром женщины. Первое, что сделала моя гостья, она в своем посту отменила церемонию инаугурации, заявив, что тратить на это бюджетные средства нет ни смысла, ни возможности. Однако в декабре прошлого года депутаты Горсовета Петрозаводска проголосовали за досрочное прекращение полномочий Галины Ширшиной. Глава Карелии Александров Кудилайвин выразил согласие с этим решением. Суды нескольких инстанций с решением этим согласились. В том же декабре Галина Ширшина стала лауреатом премии РБК в категории «Государственный человек». Формулировка была за открытую политику в регионе, отстаивание принципов местного самоуправления и смелость в принятии решений. Не нашла сейчас информацию по поводу решения Верховного суда. Насколько я понимаю, вы собирались туда обращаться. Обратились ли, есть ли какое-то решение или как движется дело? Сейчас, пока наша касационная жалоба направлена в президиум Верховного суда Республики Карелия, мы должны получить ответ и после этого уже будет приниматься решение по Верховному суда Российской Федерации. То есть сейчас мы на такой промежуточной стадии решения этой проблемы. Но в любом случае, если мне оставят шанс еще побороться и в Верховном суде Российской Федерации, то мы обязательно это сделаем. То есть в Кирове, я так понимаю, вы сейчас как советник председателя партии «Яблоко». Да. А цель, то есть у вас какой-то турне сейчас по России? Турне это громко сказано. Турне это для другого периода, это не для периода подготовки к выборам. На самом деле партия «Яблоко» очень серьезно готовится в этом году к предстоящим выборам. Самые уважаемые слушатели, жители Кирова и, наверное, все жители России понимают, что этот год очень серьезный для всех, для нас, потому что мы можем принять очень важное решение для развития нашего общества, для развития нашей страны. Это выборы в сентябре 2016 года. Поэтому партия «Яблоко» серьезно настроена активно поучаствовать в этой избирательной кампании и решить проблему прохождения в Государственную Думу и создания там фракции. Эта фракция поможет нам проводить такие законопроекты, которые целью своей будут ставить защиту интересов и качества жизни обычных простых людей. Конечно, получить трибуны для того, чтобы объяснять, что сегодня происходит и с чем на сегодняшний день яблочники не согласны, и какие приоритеты в жизни страны они видят. Ну и, соответственно, здесь я присутствую для того, чтобы завтра вот уже в Нижнем Новгороде, ой, да, в Нижнем Новгороде буду, затем у нас Урал, это Оренбург, Екатеринбург и многие другие города. То есть сейчас моя работа связана с тем, чтобы помогать региональным отделениям партии «Яблоко» правильно выстраивать свою предвыборную кампанию и мобилизовать ресурсы для того, чтобы максимально подробно, внятно и понятно объяснить жителям России, что хочет партия «Яблоко», что хотят ее кандидаты и к чему они готовы на сегодняшний день. Но можно ли сказать, что Киров выбрали, потому что здесь «Яблоко» все равно представлено не так, как хотелось бы? Очень разная ситуация представленности «Яблоко» и активности, скажем так, «Яблоко» в разных регионах. И Киров — это вот особый регион. С одной стороны, мы видим, что оно может быть не настолько активно, «Яблоко» здесь, но с другой стороны, мы понимаем, что если говорить о конкретных вещах, которых добиваются здесь «Яблочники», то здесь есть о чем сказать, например, одни моменты защиты ТСЖ и интересов жителей, которые объединены товариществами собственников жилья. То есть здесь очень много интересных, активных людей, плюс я хочу сказать, что на прошлых выборах «Яблоко» здесь не вело активную работу, практически не участвовало в выборах кандидатами, и при этом по Кирову мы понимаем, что процент 4,9, по-моему, десятых, 4,8 — это процент, который говорит о том, что думающего, разумного, очень осознанного населения, которое понимает, что происходит и хотело бы, чтобы жизнь россиян была лучше, в Кирове достаточно много. Поэтому сегодня у меня прошли, скажем так, переговоры с потенциальными кандидатами, которые примут участие в том числе и в выборах законодательное собрание от партии «Яблоко». Значит, мы обдумываем, кто может стать лицом федеральной кампании здесь по одномандатным округам, федеральным. И сегодня у меня состоится несколько встреч. Одна встреча — это, собственно, с партийцами и со сторонниками партии «Яблоко». Мы поговорим о специфике предстоящих выборов и о том, каким образом нам населению донести информацию понятным языком, доступным языком о том, что «Яблоко» предлагает, и в том числе о том, что предлагается в программе «Яблоко». И еще одна встреча будет с общественностью, где я смогу ответить уважаемым жителям Кирова на любые вопросы, которые их интересуют. Может быть, это будет касаться Петрозаводска, потому что проблемы очень похожи Петрозаводска и Кирова. Может быть, это будет касаться партии «Яблоко» и ее позиции, идеологии и программы. Я буду готова, я очень люблю общаться, и я очень хорошо отношусь к Кирову. Знаю, что здесь недавно был наш режиссер Олег Липовецкий, он ставил спектакль «Джульетта выжила», и мы из Петрозаводска следили за тем, как тут все проходит, и надеюсь, что понравилась жителям Кирова эта премьера, потому что мы Олега очень любим у себя в Петрозаводске. Ну вот если говорить о специфике какой-то, о похожести городов, то есть вы когда сюда ехали, вам, возможно, говорили, вот знаете, Галина, там в Кирове есть вот такие-то особенности, обратите на них внимание, то есть в плане какой-то политической работы. Или Петрозаводск и Киров настолько похожи, что никаких тут особых каких-то приемов даже в общении с теми же самыми людьми, которые придут сегодня к вам, уже не будете применять? Вы знаете, мне кажется, что самый главный прием в общении с людьми это искренность, открытость и честность, понятно, что вместе с открытостью, и вера в то, что ты делаешь, и понимание смысла того, что ты делаешь. Мне это помогало и в работе в качестве мэра, и я имела, скажем так, среди жителей как поддержку, так и оппозицию, и слава Богу, что это было, потому что это позволяет нам развиваться и принимать правильные решения. Поэтому никаких особых приемов в общении, кроме того, что я знаю, умею и как я могу общаться, я не собираюсь проявлять. А что касается проблем, к сожалению, ситуация такова, что на сегодняшний день города находятся в очень сложных условиях. Вот буквально сейчас мы с уважаемыми коллегами из партии «Яблоко» здесь говорили и рассматривали бюджет, и говорили о том, что, например, если бюджет Москвы в 2015 году разделить на количество жителей Москвы, то получается 130 тысяч в год на человека. А вот в Карелии, например, если разделить бюджет Петрозаводска на этот столичный город, так же, как областной центр и ваш город, разделить на количество жителей, то получается всего 18 тысяч в год на одного человека, на одного жителя. У вас получается, вот мы посмотрели, даже специально посчитали, где-то 23, это по 2015 году 23 тысячи рублей. Вы попогаче, да, вы попогаче, хотя само по себе это очень странно, потому что Карелия это тоже очень сильный дотационный регион. То есть в Новосибирске я была тоже там около 20, понимаете, тоже вас это может удивить. То есть что-то не то происходит. Как может быть, что города, где, собственно, происходит жизнь людей, где создаются условия для жизни людей, города, где определяются потребности, то есть что необходимо людям, и больше населения живет, работает и зарабатывает вот этот самый бюджет, именно эти города находятся в очень сложных финансовых условиях, то есть что-то не то. И межбюджетные отношения очень странные, когда мы говорим, например, о том, что в Кирове проблема с дорогами, я задаю вопрос коллегам, говорю, скажите, а сколько у вас областной дорожный фонд, какой дорожный фонд и сколько вы получаете? Киров, где 40% практически населения проживает области, сколько вы получаете ежегодно для того, чтобы планировать работу по ремонту дорог, нужно понимать, какая система получения этих средств. И мне говорят, а мы не знаем. Вот я Петрозаводский знаю, и я билась за то, чтобы этот дорожный фонд пропорционально делился между республикой и между городом Петрозаводском, который больше всего платит транспортного налога, например, наполняющего этот республиканский дорожный фонд. Но в результате, что мы получаем, а вот и ныне там, сегодня государство создает такие условия, когда губернатор имеет право принимать решение давать или не давать муниципальному образованию, вне зависимости от того, сколько это муниципальное образование вкладывает. И, конечно же, губернатору не нравится, когда мэр начинает говорить, ну меня-то избирали жители, а я избранный мэр, меня они избирали, они мне платят заработную плату, и я обязана сделать все, чтобы отстаивать их интересы. И в результате назревает такая ситуация, как просто удаление в отставку. Но и условия для удаления в отставку, они же созданы на уровне Российской Федерации законодательства. Мы проиграли два суда. Если будет интересно, жителям я поясню, и сегодня вечером буду рассказывать на встрече с общественностью, какие основания для удаления меня в отставку. Значит, второй момент. По дорожному фонду и по состоянию даров замечательно, что сейчас Кировская область получила миллиард рублей, насколько я знаю. Дополнительные средства были выделены. Петрозаводск, кстати, тоже 450 получает, там я не знаю, сколько республика, но 450 миллионов получает Петрозаводск. Ну, во-первых, мы понимаем, что для решения такой запущенной проблемы это мало. Во-вторых, возникает очень серьезный вопрос. Ну, перед выборами понятно все, да, почему мы перед выборами получаем эти деньги. Ну, третий вопрос. Ну, разве можно планировать городское хозяйство, исходя из того, что кто-то вдруг внезапно решил, что проблема есть и надо бы денег направить. Ну, то есть это, по сути, не планирование. Конечно, конечно. А мы же понимаем, что такое сегодня управлять городом. Сегодня нужно проводить аукцион, сегодня нужно делать грамотное техническое задание, сегодня нужно делать лоты, несколько лотов желательно, чтобы это был не монополист, который возьмет на суд подряд наших же местных работников, да, и заплатит им меньше, а сам получит за счет вот этого вот большого крупного лота большие деньги. Поэтому все эти проблемы сегодня известны, и если мы хотим сэкономить бюджетные средства, нужно планировать, нужно правильно их распределять во времени. Я просто на примере состояния дорог говорю о том, что ситуация такова, что общее законодательство Российской Федерации, оно не настроено на то, чтобы помогать местному самоуправлению. И, по сути дела, то, что решения принимаются в институте сети менеджеров, что это, о чем это говорит? Это вертикаль власти. Насколько это хорошо, насколько это правильно, я вам могу говорить по своему примеру, и по примеру Петрозаводска, я считаю, что это неправильно. Если в Петрозаводске мы впервые стали опираться на население и отвечали потребностям населения, и стали переводить зоны, на которых находится лес, лесные территории, но где можно вести жилищное строительство, мы просто проводили публичные слушания, мы выносили эти вопросы на сессию Петрозаводского городского совета и защищали, меняли статус этих территорий, делали их рекреационными, понимая, что сегодня Петрозаводск должен остаться зеленым, чистым, экологически хорошим. То есть обычно происходит наоборот. Мы стали это делать, понимаете, ну что, назначили сети менеджера, сети менеджер сейчас ведет совсем другую политику. Разве это хорошо для жителей, для будущего, для перспективы развития города? Поэтому в партии «Яблоко» как раз разработана программа, которая полностью отвечает моему мнению о том, как должно быть защищено местное самоуправление, то есть наши города, и как сделать так, чтобы в городах, где люди живут, жизнь была лучше, качественнее, интереснее. Именно поэтому я приехала и рассказываю об этом людям. Ну вот мы сейчас поговорим о том, как нужно управлять городом, а сначала пройдемся на небольшую рекламную паузу. Для тех, кто только подключился, напоминаю, в эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Топузеева. В гостях у меня сегодня экс-мэр Петрозаводска, советник председателя партии «Яблоко» Галина Ширшина. Мы начали говорить о городском управлении. Не секрет, я думаю, что и в Кирове, и в Петрозаводске, и в куче других городов России проблемы копятся десятилетиями. То есть это даже не годами, а десятилетиями. Вот человек, который пришел, который хочет управлять, который действительно, вот как вы там на посту мэра Петрозаводска, хочет что-то сделать, с чего начинать. Куда вообще в первую очередь бежать, что делать? Начинать нужно с того, что ты обещал жителям, когда тебя избирали. Почему, кстати, партия «Яблоко» настаивает, что единственная легитимная власть – это власть избранная? Почему в программе партии «Яблоко» очень четко написано, что не могут быть губернаторы или главы городов и мэры городов назначаемы? Но насколько я понимаю, Петрозаводский сейчас назначаемый. Уже назначаемый, потому что после моей отставки, даже до момента моей отставки, было изменено законодательство, закон Республики Карелия, а теперь там сити-менеджер, которого назначают губернатор и депутаты. То есть мы понимаем, чьи интересы учитывать в решении вопросов городского хозяйства должен человек, которого назначают депутаты и губернатор. Но это особенно, когда мы знаем, что депутатский корпус представлен бизнесменами, которые имеют некий свой аффилированный бизнес, то, конечно, становится все тем более понятно. Поэтому, в любом случае, я хочу сказать, что почему избранному мэру, мне как избранному мэру было легко, потому что, когда велась избирательная кампания, и основным участником избирательной кампании, фавориткой избирательной кампании была Эмилия Слабунова, сегодняшний председатель партии «Яблоко», и она разработала великолепную программу развития города. Она действительно была бы шикарным, настоящим народным мэром города Петрозаводска, плюс у нее уже опыта было на тот момент много накоплено, в отличие от меня. Управленческого опыта и опыта, в том числе решения хозяйственных вопросов, но через законодательную власть, не исполнительную, а законодательную. Она была депутатом Петрозаводского городского совета, была депутатом законодательного собрания и так далее. И, конечно, очень хотелось, чтобы Слабунова победила. Ее сняли с выборов. Слава Богу, партия «Яблоко» в Карелии, достаточно такая продвинутая организация, которая понимала, что может быть на выборах все. И запасной кандидат Ширшина, она что сделала? То есть она программу Слабуновой немножко изменила только с учетом условий опыта жизненного и своего видения некоторых процессов. Но по большому счету, жители ведь проголосовали не только за человека конкретно, они проголосовали за те ценности, за те потребности населения, которые прописаны в этой программе. Но это по итогу вам, как оппозиционному во всех отношениях мэру, удалось какие-то пункты этой программы реализовать? Что это и дело, что мы последовательно шли по этой программе. И я хочу сказать, что, наверное, с чем и связано удаление в отставку, мы очень динамично шли. И когда ты понимаешь, что у тебя заявлено 8 пунктов, среди которых городское пространство, среди которых экология, среди которых управление, и открытость, отчетность, подотчетность, контролируемость власти, и ты понимаешь, что среди этого открытости условий для ведения бизнеса на территории города, все становится очень просто и понятно. Ты просто совершаешь шаги, за которые люди проголосовали. И, конечно, если мы будем говорить о темпах, с которыми мы двигались, да, мне бы хотелось, чтобы у меня получилось быстрее, мне бы хотелось, чтобы у меня получилось интенсивнее. Но, в принципе, если подводить итоги по каждому направлению, мы очень много сделали в условиях того законодательства и в условиях того напряжения, скажем так, отношений с республиканской властью, в которых мы находились. И мне хочется также сказать, что я полностью поддерживаю мнение партии «Яблоко» по поводу избранности мэров, потому что мэр должен понимать, что ему платит зарплату житель города, вот который за него голосует. И через пять лет ему нужно отчитаться перед жителем города о том, что он сделал. Почему, например, я стала практиковать ежегодные отчеты перед жителями о своей работе. Причем не просто там еженедельные отчеты, где я говорила, что я делаю. Это нормально для жителей города знать. То есть вы отчитывались не перед Думой, перед Горсоветом? По уставу я обязана была отчитываться только перед Петросоветом, Петрозаводским городским советом. Я это делала, безусловно. Но дело в том, что я как мэр города понимаю, кто мне платит зарплату и чье мнение о своем движении, о своих решениях я хочу услышать. Поэтому это очень неприятно, потому что тебе задают кучу вопросов, на которые у тебя нет ответов. Тебе нужно, не знаю, сломать мозг, когда ты придумаешь, как решить эту ситуацию, когда она нерешаема, нет этих денег, нет этих ресурсов, нет этих возможностей для ее решения. Но тем не менее, мы стали отчитываться в микрорайонах города, мы стали отчитываться ежедневно, еженедельно о работе своей. И это правильно, потому что люди дают тебе обратную связь. Эй, мэр Ширшина, ты идешь не в том направлении. И если я иду не в том направлении, я говорю, так, ребята, значит, тогда нужно что-то переиграть. Нужно либо поменять команду, команда не реагирует на те задачи, которые я ставлю, те цели, которые я ставлю, она не способна достигать. Либо мне нужно самой посмотреть, перераспределить ресурсы, то есть и вот направить их туда, что сегодня более актуально для жителей. Слушай, знаете, прям что-то такое фантастическое. Говорите, что мэр слушает жителей города, и исходя из этого мнения, жители города как-то вот так вот лавируют и меняют свое направление. Только так. Я более того вам хочу сказать, что мы, увидела я сегодня, и пожаловались ваши тоже жители по поводу точечной застройки. Я приводила пример того, как в Петрозаводске мы решали эту проблему. Дело в том, что это же очень сложная ситуация, если в соответствии с генеральным планом города зона позволяет строительство высотного здания, там, где оно нелогично, и городостроительный совет городской говорит, «Ребят, ну это нелогично, мы потеряем образ города совсем, то есть это непонятно, что будет не Петрозаводска, а какое-то чудо в перьях». То понятно, что нам нужно управлению, архитектурой и градостроительства подумать, а как же сделать, чтобы не было этой точечной застройки, если вроде бы все по законодательству совпадает. И мы понимаем, что такие ресурсы есть, если подумать, как решать эту проблему. Легче всего сказать, по законодательству все нормально, генплан позволяет, зона, значит, никаких проблем у нас нет, заявления от строительной организации есть на строительство здесь, многоэтажного жилого дома. Но извините, у нас есть общественность какая, градостроительный совет, мы можем вопрос вынести на градостроительный совет. Что это такое? Начинаются переговоры с застройщиком. Мы ему говорим, что вот градсовет считает, куда входят эксперты, общественники, что это неправильно, что здесь это не будет смотреться, это некрасиво, выноси другой проект на градостроительный совет. Другие мэры скажут, буду я еще обсуждать с градсоветом. Градсовет это рекомендательное решение, да, но оно рекомендательное для мэра. И мэр может принимать решение в ту или иную сторону, если он услышал решение градсовета. На самом деле, градсовет и мэрия работают достаточно плотные связки, поэтому мы проходили очень, у нас были ситуации, когда я на градсовет приходила, для того, чтобы мне понять, что не так. Потому что я не во всех заседаниях градсовета участвовала, ну, например, у нас планировалось строительство одного торгового объекта, и вот ни в какую градсовет не принимал. Я пришла специально, чтобы послушать архитектурное сообщество и услышать от них, что именно не устраивает. Потому что я не специалист в области городской архитектуры. Более того, я, конечно, знаю гораздо хуже историю Петрозаводска, чем знают культурологи, историки, которые всю жизнь этим занимаются. Поэтому мэру всегда нужно опираться на вот это профессиональное городское сообщество. Кстати, это один из принципов, который был заявлен в программе Слабунова и Ширшиной, и мы это делали. И на самом деле это правильно. Но когда ты понимаешь, что другого пути нет, решение неправильное, и у тебя нет возможности внести изменения в генеральный план города, потому что это стоит денег, конечно, тут подходит вперед, выходит профессионализм твоих подчиненных, твоей команды, которые могут найти вот этот вот механизм, а как же все-таки не дать построить то, что будет выглядеть отвратительно и будет портить архитектурный облик города. Это очень сложная работа, поэтому я всегда говорю, я ни мэров ругать не буду, ни чиновников ругать не буду, потому что я знаю, какая это кропотливая, сложная, тяжелая работа в случае, если ты опираешься на работу с населением. Ну вот тогда, наверное, возможно, вы сможете объяснить эту игру фактами, по крайней мере, как я это называю, там хотя бы как бывший мэр, то есть вот в Кирове на протяжении, ну, на мой взгляд, на протяжении многих лет идет планомерное уничтожение зеленых зон. Но каждый раз, когда наступает теплое время года, когда ведутся какие-то работы по озеленению, мэрия отбивает, вот мы высадили там, ну, условно, 100 деревьев, но ведь все понимают, что 100 деревьев, вырубленных в одном месте и 100 деревьев, высаженных потом по всему полумиллионному городу, ну, это разные вещи. То есть вырубленный сквер или какая-то парковая территория. Это ужасно. И вот эти факты, которыми они, ну, то есть, с одной стороны, да, ты понимаешь, что это правда, никто не соврал, действительно, 100 новых деревьев высадили, но с другой стороны, ну, господа. А сейчас вы уже переходите от темы экологии, потому что 100 новых деревьев взамен вырубленным 100 деревьям, да, это вопрос экологии скорее, да, а когда мы говорим о сквере, мы говорим о так называемом третьем месте, которое должно быть у горожанина. У нас есть с вами работа, у нас есть с вами дом, где мы находимся, но у нас, если мы хотим жить комфортно, замечательно, получать удовольствие от того, что мы здесь, на этой территории существуем, должно быть третье место. Это третье место у каждого человека свое, и когда такая погода, да, конечно, этим третьим местом должен выступать сквер или парк, да, и это, это может быть кинотеатр, это может быть развлекательный какой-то центр, то есть у каждого третье место свое. Но, кстати, в программе «Партия яблоко» впервые в этом году, в проекте программы, она будет утверждена в июне, как раз появилась тема «Городская среда». Я не знаю, есть ли в других программах других партий вот такие темы, но мне показалось, что программа «Яблоко», федеральная программа, она отражает настолько все сферы жизни человека, включая в том числе и тему третьего места, которое должно быть сохранено, и это должна быть политика государства, политика региона, политика города, сохранить как можно больше этих третьих мест. Я не знаю, как у вас, в Трозаводске… Но вам не удалось еще оценить городскую среду? Нет, у меня нет такой возможности, к сожалению. Мне предлагают погулять, отдохнуть, но это невозможно, потому что идет подготовка к выборам, и это очень серьезно. Это уже после выборов. Будет возможность, значит, обязательно я приеду, я с удовольствием посмотрю и попытаюсь оценить. Но еще раз говорю, что очень важно, чтобы человек оставался в этом городе, на этой территории и работал на развитии этого города, этой территории, чтобы ему нравилось здесь жить. Понимаете? А нравится ему жить будет тогда, когда среда, которая его окружает, она ему комфортна, ему здесь хорошо. В Трозаводске есть проблема, у нас уезжает очень большое количество перспективной молодежи из города, и я не знаю, как у вас, у вас я знаю тоже студенческий, ведь город во многом, и у нас эта проблема касается в том числе и молодежи. У нас же есть консерватория. У нас прекрасное образование дается в Трозаводске, у нас полный цикл музыкального образования, то есть наличие консерватории. У нас 5 театров на наш город для 270 тысяч человек, у нас интересная архитектура, у нас лицей, который возглавлялась Лабунова очень долгое время, он входил в сотню лучших образовательных учреждений Российской Федерации. Это очень высокий уровень образования, высокое качество образования, прекрасный в Петрозаводском государственном университете прекрасный IT-парк, то есть там 20 инновационных предприятий, которые создают новый продукт, который никто нигде никогда не создал. Мы, кстати, заключали с ним, будучи мэром Петрозаводском, и заключали с этим IT-парком соглашение о сотрудничестве для поиска инвесторов, в целях поиска инвесторов. То есть город, я могу про него бесконечно говорить, это самый лучший город, пусть не обижаются жители Кирова, но это самый лучший, самый красивый город, я всех приглашаю, потому что это действительно так, вы увидите, вы увидите. Поэтому я еще раз говорю, что возвращаясь к тому, что такое третье место, в программе Яблоко это прописано очень четко. И очень больно, когда наше третье место, которое нам родное, приятное, и когда мы к нему привыкли, и оно вот как раз является символом того, что я живу в родном городе, уничтожают. Ну, это очень-очень печально. Хотя, скажу вам, что в Петрозаводске есть такой момент, был, вернее, такой момент, нам нужно было провести реконструкцию теплотрассы, а там находились краснокнижные деревья. И вот я очень благодарна общественникам, потому что для меня приоритет что? Если мы не отремонтируем теплотрассу, четыре микрорайона города остаются без водоснабжения. Для мэра города это вообще смерти подобно. Поэтому однозначно, я говорю, мы будем реконструировать теплотрассу. Разработали проект, потом общественники наши пошли в суд, ни в какую, не хотят там эти краснокнижные деревья сносить, а они большие, их не выкопают, не пересадить никак. И в итоге все-таки они добились, после того уже как суд был проигран, что этот подрядчик, там у нас есть такая компания, ресурсно-набжение ТГК-1, он сделал новый проект. То есть все деревья обошли. То есть вот этой вот времянкой, которую делали, это победа жителей. И я горжусь тем, что я живу в Петрозаводске, где общественная политика, гражданская политика, она определяет развитие города. Мы продолжим говорить о городских проблемах, но уже после короткой рекламы. В эфире особое мнение в студии Дарьи Топузиева. Разговариваем мы сегодня с общественным деятелем, экс-мэром Петрозаводска и советником председателя партии «Яблоко» Галиной Ширшиной. Галина, еще одна городская проблема, о которой бы мне хотелось поговорить, и о которой в Петрозаводске вы непосредственно приложили руку, это городской транспорт. Вам удалось добиться снижения стоимости проезда в электротранспорте, в троллейбусах. В средствах массовой информации, в социальных сетях эта новость широко освещалась, но выглядела она примерно так, то есть вы как супергерои врываетесь в город, снижаете стоимость проезда, ну, собственно, и все все довольны. Но на самом деле, наверняка у этого была какая-то экономическая составляющая, то есть почему было принято это решение, и возможно ли применять такие же решения в других городах. Потому что в Кирове многие задаются вопросом, почему у нас троллейбус стоит столько же, сколько автобус, хотя все понимают, что электроэнергия дешевле, чем топливо. Я хочу ответить вам на такое. Кстати, именно в программе предвыборной Слабуновой-Ширшиной тема муниципального транспорта, вот общественного транспорта, она была прописана отдельно. Поэтому не решать эту проблему мне нельзя ни с точки зрения там федерального законодательства, потому что это полномочия муниципалитета, организация транспортного обслуживания, ни с точки зрения моральной, потому что мы обещали, что этой темой мы будем заниматься. На момент, когда произошло избрание меня мэром города Петрозаводска, наше муниципальное предприятие городской транспорт, которое раньше было и называлось троллейбусное управление, то есть это троллейбусный парк, было в состоянии банкротства. Там были накоплены вообще десятки миллионов рублей долгов, с которыми не знали, как разбираться. Плюс усугубило ситуацию то, что буквально перед моим приходом на пост мэра города был проведен конкурс, по результатам которого общественный транспорт, то есть перевозки маршрута пассажирского транспорта, скажем так, по результатам конкурса получил монополист из Питера. То есть все наши местные ребята, кто занимался бизнесом, перевозками, общественным транспортом, пассажирским транспортом, то есть они были просто выбиты с рынка. Что меня само по себе раздражает, потому что я считаю, что на территории лучше работают те, кто здесь живут. И у меня есть примеры и доказательства тому, потому что они относятся к своей территории как к ценности. Поэтому я радую за защиту вот именно местного, интересов местного бизнеса при условии жесткого контроля, конечно, но тем не менее создание условий для того, чтобы местный бизнес развивался. И соответственно, перед нами стояла задача следующая. Банкрот плюс монополист, что делать? Цены, я понимала, что цены на проезд в общественном транспорте просто сейчас поднимутся, и я ничего не смогу сделать, потому что я не могу противопоставить ничего вот этому монополисту. В результате мы приняли решение идти по двум направлениям. Первое направление – добиться за сохранение муниципального транспорта, а у нас это электротранспорт, и сделать все, чтобы этот муниципальный транспорт был конкурентно способен в борьбе с транспортом вот этих вот пассажирских перевозок, пазиками, у нас пазики. И второе направление – мы должны были создать конкуренцию в этой сфере, и нужно было придумать, как это сделать. Эта задача была поставлена уже моей команде. Что касается первого направления – сохранение муниципального транспорта. Вы слышите, то есть популизма здесь нет, не нужно было создать конкуренцию, не нужно было сделать так, чтобы монополист не мог свободно отпустить цены на проезд в общественном транспорте, а чтобы он был вынужден ориентироваться на те цены, которые устанавливает, скажем так, муниципальное предприятие. Мы не могли конкурировать ни новым паркам троллейбусным, мы не могли конкурировать тем, что там скорость, например, движения троллейбусов быстрее. Мы можем говорить, что это экологически чистый транспорт, но когда у людей задача прокормить семью, то вопрос экологии, они, к сожалению, у нас уходят на задний план, это реальность. Поэтому единственное, что мы могли сделать, мы могли снизить цену. Мы это сделали, это был некий риск. Но тем не менее, сейчас мы с 17 рублей до 10 снизили, мы это все просчитали, экономисты работали, очень нервничало само предприятие, потому что это было страшно, это было страшно. На самом деле, что мы получили, я вам говорю, что первое время я ездила по городу, сама за рулем, когда в выходные дни, не в рабочие дни, и я просто смотрела в троллейбусах сколько людей, потому что наша задача была увеличить пассажиропоток и за счет этого поднять выручку предприятия. Так вот, я вам цифры сейчас не назову, они опубликованы, все их можно посмотреть, но сам факт, нам удалось поднять выручку, развернуть пассажиропоток в сторону именно муниципального транспорта, потому что это стало выгодно, это стало интересно жителям города. И плюс ко всему, мы еще обеспечили снижение цен, которое произошло в результате конкуренции ценовой, у монополиста. Монополист снизил цены до 15 рублей. И с такими ценами мы работали больше года. И я вам гарантирую, если бы не отвратительное поведение, направленное против жителей города Петрозаводска, депутатского корпуса, то мы бы еще продержались больше. Для меня, как для человека, у которого обычная семья, то есть я знаю, сколько пенсионер получает зарплату, потому что моя мама пенсионерка. Я знаю, поскольку я из области бюджета, сколько заработная плата, например, у старшего преподавателя или даже доцента в университете, поскольку я там работала. Я понимаю, сколько люди получают в области бизнеса различного в городе Петрозаводске. И я понимаю, что это реальные цены и реальная выгода для жителя. Вот дальше будем... Это было какое-то временное решение? Чтобы привести в порядок муниципальные предприятия, или на этих ценах можно, в принципе, существовать? Ну, то есть, понятно, что это муниципидация? Это не можно существовать в случае, если это муниципальное предприятие получает дотацию из бюджета. Существовать можно. Мне вообще была мысль даже цену убрать, то есть сделать проезд бесплатным, как это сделано в некоторых европейских странах и в некоторых европейских городах. Это действительно существует, потому что мы все равно датируем это муниципальный транспорт. И у вас, я знаю, компания АТП, мне уже рассказали, потому что эта тема меня интересовала в плане сотрудничества и получения опыта. У вас, я знаю, что автотранспортное предприятие, которое муниципальное, оно датируется из бюджета. Значит, соответственно, вот в случае, если бы мы сохранили дотацию, которая была установлена, и вот такую цену, мы бы спокойно ездили дальше. Но у нас председателем Петрозаводского городского совета является человек, который имеет отношение к бизнесу перевозок. Все. Я думаю, вопросов нет. Решение о дотации, о выделении средств из бюджета принимается депутатским корпусом. Я предлагаю, как исполнительная власть, они соглашаются или отказываются. К сожалению, нам отказали. Но это не так важно, потому что все равно мы смогли в тот момент вытащить предприятие из банкротства. Но это можно считать универсальным советом? То есть, например, в Кирове это можно применить? Нет, я не знаю, потому что надо смотреть. Наше муниципальное предприятие электротранспорта, там реальный парк троллейбусов, там реальная ремонтная база, там 500 человек работают. Это налогоплательщик один из основных, потому что за три месяца только 2014 года они заплатили 35 миллионов налогов в бюджет города в том числе. И, конечно, вот это все подсчитывалось, когда мы принимали решение. И нам же надо было обосновать дотации этому предприятию. То есть, я не знаю, как у вас происходит, какая там размер заработной платы, насколько она открыта, эта заработная плата и так далее. То есть, нужно это все анализировать. Ну и второе направление, про которое я говорила, это направление сделать конкуренцию, создать конкуренцию. Мы нашли механизм в законодательстве отбора по маршруту. То есть, мы могли создать и создали конкурсную комиссию и объявили, пожалуйста, мы делаем новый маршрут. Нам же нужно было с монополистом бороться, да? Вот мы находим новый маршрут, он необходим, он поддерживается жителями города Петрозаводска. И, пожалуйста, уважаемые перевозчики, кто готов этим бизнесом заниматься, приносите свои заявки и говорите, единственный критерий отбора – это цена проезда. Так вот, я вам хочу сказать, что в 2015 году мы такой отбор сделали дважды. И у нас дважды победителем стал перевозчик с ценой в течение пяти месяцев 10 рублей. При том, что официальный уже проезд в городском транспорте был, по-моему, 12 рублей на троллейбусах и 15 даже рублей на троллейбусах и еще больше на маршрутках. Понимаете? То есть, что получилось? Есть механизмы сегодня муниципалитета, как сделать так. И этот перевозчик мне говорит, да, я могу, это нормально для меня. Я не плачу никому там в Питеру, у меня бизнес здесь, это мой бизнес. Поэтому, по большому счету, возможность, если ты свободен, если ты никому ничего не должен, как мэр, если ты отвечаешь только за то, чтобы решить проблемы жителей города и сделать так, чтобы им было выгодно и интересно жить здесь, на этой территории, то у тебя нет никаких проблем выстраивать вот эту политику. Но только тебя потом удалят в отставку те депутаты, которые представляют бизнес-монополистов, это нужно учитывать. Но ничего, бывают в жизни огорчения, не все получается. Время наше в эфире подходит к концу. В студии работала Давид и Пузлива. В гостях у меня сегодня был мэр, который был никому ничего не должен, а ныне советник председателя партии «Яблоко» Галина Ширшина. Очень приятно было с вами пообщаться. Слушатели, до следующих встреч. Спасибо большое. Даш, тоже вам огромное спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует...